Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атома электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Мы и приехали изучить ваш опыт, поскольку вы, как ПСР-предприятие, конечно же, являетесь лидером в этом. Опыт атомной станции по внедрению производственной системы «Росатом» перенимают 7 предприятий Десногорска и Смоленской области. Были проведены обходы в подразделениях по тематике, были выполнены обходы руководством станции. День охраны труда на предприятии. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность 23 818 мегаватт. С начала года выработка 103,7%. Задача номер один нам на эту неделю сопровождение эксплуатации 2-3 энергоблока, завершение ремонтной кампании. О техническом состоянии Смоленское сообщил главный инженер предприятия. В работе 2-3 энергоблоки суммарная нагрузка 2115 мегаватт. Диспетчерский график выполняется, теплоснабжение ТФУ-1-2 в соответствии с графиком. Выработка электроэнергии за 24 дня апреля составила 1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила 7,2 миллиарда киловатт-часов сверхплана 317 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС прошла стажировка для дочерних зависимых обществ периметра госкорпорации «Росатом» по развертыванию производственной системы «Росатом». Ее участниками стали 30 руководителей и специалистов 7 предприятий. Смоленская АЭС-сервис, САЭР, филиал Атомэнергоремонт, филиал Никимт Атомстрой, дирекция на Смоленской АЭС, Атомэнергосбыт, Атомтранс, филиал Консист-Ос Смоленский, Смоленский филиал Атомтехэнерго. Главная цель стажировки – оказание Смоленской АЭС ведущим ПСР-предприятиям отрасли методологической поддержки в развертывании ПСР на других предприятиях «Росатома» в рамках трансформации электроэнергетического дивизиона концерна «Росэнергоатом» в ПСР-дивизион. В рамках стажировки коллегам был представлен общий курс по управлению ПСР-программой на Смоленской АЭС от старта до трансформации в ПСР-предприятия, а также более подробные доклады о таких направлениях, как целеполагание, ПСР-потоки, мотивация, вовлечение персонала в ПСР, обучение, реализация ПСР-проектов. Стажировка проходила непосредственно в информационном центре первого уровня, поэтому участники смогли наглядно ознакомиться с системой визуального управления на Смоленской АЭС, которая обеспечивает оперативный мониторинг выполнения производственной программы. У нас в компании были несколько ПСР-проектов, которые внедрялись в предыдущие годы, в 2005-2006, но, конечно, их количество было небольшим, совсем небольшим, не таким большим, как у вас на атомной станции, поэтому, чтобы делать все это более массово и системно, поэтому мы и приехали изучить ваш опыт, поскольку вы, как ПСР-предприятие, конечно же, являетесь лидером в этом. Прежде всего, нас заинтересовали инфостенды и вообще система сбора, подготовки, обновления информации на них, мотивации персонала, чтобы он размещал эту информацию на инфостендах. Сейчас мы получили методологическую поддержку, ну, скажем так, ближе к самой сути, и немножко стало понятно, стало на своем местах, что это такое, с чем это едят. Вот. Что касается того, чего я почерпнул прямо сейчас, да, на заседании, ну, как минимум, несколько идей по поводу ППУ, да, что мы сразу же будем внедрять. Мы поняли, в какой платформе надо работать и какие ставятся задачи. Ну, конечно, тонкости мы еще будем изучать, вот, но самое главное, что мы видим в этом результат. Подведены итоги Дня охраны труда на Смоленск АЭС. В этом месяце он прошел по теме нарядно-допускная система производства работ, территория, помещения, рабочие места, уборка территории после зимы. Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. Были выполнены обходы руководством станции, директор станции, комиссия под председателем директора станции была на рабочих местах персонала управления капитального строительства. Главный инженер прошел по рабочим местам химического цеха. И комиссия под председателем заместителя главного инженера по эксплуатации прошла по рабочим местам реакторного цеха. Все замечания выданы в работу для устранения. В целом можно отметить, что после зимы мы вышли в хорошем состоянии, территория приводится в порядок, замечаний грубых выявлено не было. Сегодня в преддверии Всемирного дня охраны труда мы подводили итоги по конкурсу плакатов среди работников атомной станции. На конкурс плакатов нашими работниками было представлено 45 проектов плакатов. Третье место занял работник цеха централизованной ремонта селицов Николай Николаевич. Второе место у Михаила Константиновича Калитина, ведущего инженера реакторного цеха. И первое место занял руководитель группы ОИОС Прокошкин Сергей. Приз зрительских симпатий достался Вере Дияшиной, инспектору отдела ОИКОП. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. Увидимся через неделю. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова